С выполнением бюджета принятого и материальных ресурсов достаточно для того, чтобы обеспечить всех субсидиями. Государство сегодня обеспечило бесперебойную работу казначейства. Мы сегодня субсидии перед 9 мая всем ветеранам выплатили и выплачиваем сегодня. Я контролировал этот вопрос утром. Мы выплатили зарплаты всем бюджетникам. Нам осталось кривой рог, по-моему, остался миллионов 30. Все остальное выплачено для того, чтобы люди ушли на праздники с зарплатами. На самом деле я не вижу проблемы, ресурсов у нас достаточно. А увеличивать штаты мы не будем. Мало того, частично в облах администрации будем штаты сокращать. Потому как много управлений и иногда непонятно чем занимаются 50-60 человек в костюмах, галстуках. Даже мне не понятно. Моя задача. Вот смотрите, у меня тут принесла моя пресс-секретарь. Моя задача, чтобы те субсидии, которые выделяет государство, дошли до каждого человека. Я сегодня контролирую, что 100% конвертов с декларациями на получение субсидий отправлено. Сегодня, да, сегодня отправлено 100% конвертов на получение субсидий. Сегодня мы будем стараться объяснять всем теперь, как заполнять эти декларации. Будет выступление по телевизору, будут макеты в газетах, журналах. Я смотрю, что они у вас есть, да? Вы раздали, да. То есть, смотрите, мы будем заниматься в первую очередь социальными программами. И это очень важно. Конечно же, беженцы, конечно же, воины АТО. Сейчас с этим достаточно большие проблемы. Там есть казусы в законодательстве. Но это все люди. Мы будем заниматься людьми. Люди – это мой первый приоритет. И первый приоритет мой – это люди и мирная жизнь. Президент и военные будут заниматься войной, а президент, как генеральный главнокомандующий, будет делать все для того, чтобы этой войны не было. А моя задача, кроме обороноспособности, заниматься здесь экономикой, детьми.